Жестяк в новогоднем выпуске? Впрочем, как и всегда. Но сейчас внимательно... Майнивны, с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Утопия Шоу. Это ты бы никогда такое не загуглил. 17-я часть. И это у нас, конечно, новогодняя. Погнали. С новым роком усих. С новым годом. Уже наступившим. Атмосферненько. Ах, это новогодняя атмосфера. Только ради нее и стоит ждать целый год. Прошел уже год. Честно, я не понимаю, как это работает. Я как будто пару месяцев назад записывал новогодний ролик. Потом немного поснимал еще других роликов. И вот мы здесь. Но это означает только одно. Куча интереснейших фактов. В новогоднем ты бы никогда такое не загуглил. Поэтому прогоняйте плохие мысли. Зовите друзей. И давайте сегодня отлично проведем время. Друзья, все мои из YouTube. А тут, ребят, все смотрим. 650 человек смотрят. О том, что мы придумали для этого формата заключается в перебивках по типу такой. Что? В новогоднем ролике мы бы хотели вам показать штошки, которые мы накопили за весь год и не использовали. Иногда там будут очень неожиданные гости. Перед просмотром поставь лайк и погнали. А я, как всегда, каждый год для вас пытаюсь найти какой-нибудь свитерок прикольный. Вот сейчас у нас... Аннабель. С новым годом. Итак, напишите в комментариях свои планы на 2024 год. Я серьезно. А я поделюсь своими. Хочу спортом заняться в первые же выходные. Знаете, каким? А я же позанимался. Ничего не деланием. О, нормально. И вы такие, как же он шутит, но прекрати. Да, это не шутка. Такой спорт реально есть. В Южной Корее. Что? И что вы им сделаете? Там даже соревнования проводятся. Шикарно. Просто невероятный спорт. Это может показаться вам странным и смешным, но этот вид спорта имеет смысл. Все началось в 2014 году, когда создатель Ничего не делания, южнокорейская художница Ву Псьян, испытывая сильное эмоциональное выгорание, решила поничего не делать и даже в руки телефон не брать. Своим опытом она решила поделиться с друзьями. Потом не только с друзьями, выйдя в парк и устроя микросоревнования, кто лучше всех не будет отвлекаться от Ничего не делания в течение 90 минут. После первых нескольких лет проведения этого конкурса, Ничего не делания превратилось в серьезное зрелище. Мне нравится в костюме банана, вообще нормально. Победителями, призом и строгими правилами. Никаких телефонов, никаких разговоров, никакого сна. Даже на чизы посмотреть нельзя, потому что это тоже своего рода дело. Дисквалифицируют. Судей не обмануть. Они пристально наблюдают за каждым участником и каждые 15 минут проверяют им пульс. Выигрывает тот, у кого он будет самым стабильным. Я хз, это чисто я после Нового года. И скорее всего победил бы, потому что это престижно, наверное. Когда тебя спрашивают, что ты делал для своей победы, ты искренне отвечаешь, что палец о палец не ударил. И это не будет пафосно, потому что там буквально нельзя было палец о палец ударить, чтобы не выгнали. На самом деле, проведение таких соревнований призывает людей к тому, чтобы они поняли, что отдых это то, что необходимо нашему организму. И это чистая правда. Чего? Я вообще ничего не хочу делать. Вот вы кто-нибудь придумал соревнования по ничего не деланию. Чего сам? Да, уже все, все. Ладно. Скоро Новый год. Надо взять себя в руки и позаботиться о своем будущем. На самом деле, надо будет реально себе денек выделить чисто пофлексить. Вот прям реально вообще максимально пофлексить. А то я такой, я немножко трудоголик и немножко заморачиваюсь. Дорогой Дед Мороз, хочу в новом году деньги из ниоткуда. Женя, 30 лет с хвостиком. Ха-ха-ха-ха-ха. Будет исполнено. Он превратился вилсакома, я не понял. Ну тогда, в принципе, да. Ой, я, наверное, криптотрейдер. Или бизнес-коуч. Может, таролог? Короче, сколько там денег на счету? А в чем прикол тогда? Такое себе чудо новогоднее. Не Дед Мороз, а шарлатан какой-то. Ты че, старый? Слышь? Шарлатанами будешь людей в своих роликах называть. А меня не трогай, говнюк. Я твое желание исполняю. Вообще, не только твое. Каждый второй мне это загадывает. Давай, открывай Яндекс.Браузер. Ну ай. Ну это автор покушает. Это одобряемо, одобряемо. Вот так вот превратился вилсакома, ребята. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в майни-шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Главное, не покупать слишком много ненужных вещей, которые рекламируют магазины на диване. Куча дурацких безделух, которые, типа, должны облегчить вашу жизнь. А теперь представьте себе такой магазин, но в 1903 году. Где вам предлагают новое турбо-мега-крутое изобретение. Уже покупаю. Магнитоэлектрический виталайзер. Уже купил. Круто. Я не знаю, что такое, но прям хочу. Можно, пожалуйста, забрать все мои деньги? Это устройство состояло из двух медных пластин, которые крепились к телу. И могли вылечить практически от всех болезней. Исправить от спазмов и даже сделать человека умнее. С помощью специальных затычек для носа. Вау. Ну, так говорит нам реклама этой приблуды. Звучит это, конечно, как... У нас сто процентов работает, ребята. Но в рекламе на телевизоре врать не могут. Полная чушь и выдумка. Если бы не одно но. Изобретателем этой штуки является сам Томас Эдисон. Кто на что поприкалывался? Нормально. Не, ну тут как не поверить-то в это устройство, которое сотворил великий изобретатель. Есть, правда, тут один момент, о котором я не упомянул. Создатель-то этой штуки Томас Эдисон, но... Младший. Сын того самого Томаса Эдисона. У него была своя химическая компания, которая начала с 1901 года производить, ну, допустим, чернила. И продавала от бренда Эдисон, так как он и есть Эдисон. Просто младший. Но об этом мы не расскажем. Позже мелкий выпустил тот самый виталайзер, который прошел испытания и помог людям улучшить интеллектуальные способности, сократив время их ответа на сложные вопросы до 5-10 секунд. Вот это результаты. Батя, наверное, гордился своим сыном. Очень. Нет. Паренек оказался непутевым. Все его изобретения, какие-то непонятные таблетки, чернила, продажа мутных змеиных масел, которые, типа, лечили от болей в суставах, тот самый волшебный аппарат, да и, в принципе, вся его... Он там малой пошел, не по той сизе. Батя, конечно, там в шоке был. Думает, ё-моё. Он не мой. Его подкинули. Деятельность строилась на обмане людей. Он просто пользовался своей фамилией. Пытался какими-то странными методами добиться славы, которая была у его отца. Поэтому другие шарлатаны с легкостью впутывали его во всякие авантюры, также пользуясь громким именем Томаса-младшего. Конечно, батя такие мувы не оценил, мягко говоря. Эдисону-старшему было настолько стыдно, что он добился остановки продаж этого волшебного виталайзера и договорился с сыном, вы только вдумайтесь, что будет ему ежемесячно выплачивать довольно дорогое пособие, лишь бы тот сменил фамилию, уехал куда подальше и не позорил их род. Сын согласился и отправился жить на грибную ферму, которую ему выделил отец. И стал Томасом Уиллардом. И Бертоном Уиллардом. Стал в депрессию и пытался что-то еще изобрести. Удивительная история, конечно. Обычно отцы хотят, чтобы род продолжался, а тут Эдисон сделал все, чтобы род... Так, думаю, ну что-то непутевый. Ну, блин, ну реально, подставляет батю. Крылся. А? А? Ну? Это ж надо было его так разозлить, конечно. Но если бы его сынок изобрел то, о чем я расскажу дальше, он бы его вообще убил. Такие истории со всякими изобретениями и лекарствами, которые не лечат людей, а дают ложные надежды на выздоровление, а порой вообще калечат, очень пугают. Вот, например, раньше врачи были уверены, что если из организма что-то выделяется, неважно как и откуда, то это к лучшему. Поэтому множество болезней лечили, вызывая жесткий понос. В этом грязном деле... Глосс! Вообще круто! Кайфовый дни с другом. Помогали такие популярные средства, как вечные пилюли. Почему вечные? Белым троном. А эти таблетки были в прямом смысле многоразовые. Препарат полностью состоял из сурьмы. Это такой полуметалл, который относится к ядовитым веществам. Но как она тогда вообще помогала? Как поймаем многоразово, потому что она потом оказывалась в туалете, они его промывали и снова ням-нямку делали. Как вкусненько! Все, что нужно было отмечать этой таблеткой, это выпить ее и ждать. Да. Ждать, пока она найдет тот самый выход и попросится наружу вместе с поносом. Очень надеюсь, что вы сейчас не кушаете, потому что то, что я скажу дальше, это прям жестко. Эту обосорную пилюлю нужно потом найти в каловых массах. Класс. Многоразовая, забыли? Отмыть и она снова готова к употреблению. Эти штуки даже по наследству передавали. Лицо человека представили, которому дед в наследство оставил ядовитые каловые металлические шарики. С выдержкой! Почувствуй тепло деда! Спасибо, папаша. Класс! Слушай, у тебя таблетки от головы есть? У меня прям башка раскалывается. Да. Только верни потом. Это от бати. По наследству достались. Ну, а давайте не будем осуждать моду и медицину того времени. Мы тоже, знаете ли, пользуемся такой дичью иногда, что лучше бы вообще молчать. Давайте лучше о хороших изобретениях поговорим. Меня всегда поражала история некоторых из них. Вот как вы думаете, придумали включать музыку, когда ты звонишь по телефону и тебя просят подождать? Ждешь минуту, может, три, пять. В любом случае, это лучше, чем просто гудки, мне кажется. Так вот, это придумал один человек в 1962 году. Случайно. Что? Это называется Music on Hold. И дело было вот так. Однажды американский изобретатель Альфред Леви подумал, что на его заводе... Леви? А почему не прави? Какая-то проблема с телефоном и связью. Извините. Если звонивших на предприятиях... Леви из Атаки Титанов? Извините. Извините, все, это просто... Извините, все, это просто... Такой юморной. Откуда она? С того света? Может, это галлюцинации? Ну, реально никто раньше ничего такого не слышал. Оказалось, что один кабель, который ни к чему не был подсоединен, касался металлической балки, тем самым сделав завод огромной антенной. А недалеко как раз находилась радиостанция, которая передавала тот самый музыкальный сигнал. Но если мы с вами к такому привыкли, то для людей того времени это было чем-то новым и необычным. Поэтому абоненты не жаловались. Им даже нравилось слушать музыку во время ожидания ответа. Альфред Леви решил такой быстренько запатентовать эту технологию. А через несколько лет запатентовал еще одну штуку, так называемую дистанционно управляемую программную систему удержания телефона. Что это такое? А вот с ее помощью абоненты могли выбирать, какую мелодию будут слушать, чтобы при непрерывном повторении одно и то же не надоедало. Я сразу представил, как кто-то звонит в полицию и говорит «Меня хотят убить!» А ему там «Какую мелодию вы выберете?» Или «Тун тун 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 тун» К сожалению, таких роскошеств у нас сейчас нет почему-то. Поэтому приходится слушать одну и ту же музыку, которая преследует нас просто чуть ли не везде. Если бы я мог выбирать, выбрал бы ФАМО. Уверен, вы о таком музыкальном жанре даже не знали. Он популярен в африканском государстве Лесота. А еще именно ФАМО стал орудием бандитских группировок и вывел страну на шестое место по количеству убийств в мире. Музыкой? Что? Да что это вообще происходит? Про музыку же говорили. А теперь по порядку. Изначально жанр ФАМО был популярен среди южноафриканских шахтеров. Они собирались после тяжелого рабочего дня, играли музыку и таким образом расслаблялись. Но время шло. Иностранные звукозаписывающие компании прознали про подобного рода треки, впечатлились этими мотивами и ФАМО начал активно развиваться. Из обычной рабочей песни он превратился в популярный и прибыльный музыкальный африканский жанр. Как будто хип-хоп, в котором главным инструментом являлся аккордеон. Такое быстрое развитие сыграло свою шутку. Мощно, мощно. Ансамбли начали конкурировать между собой. Это так, что из музыкантов они превратились в целые бандитские группировки. Музыканты-бандиты. Вот это вообще прикольно. Не прикольно, конечно, что они бандитами стали, но просто история какая прикольная. Потому что у них там свой Versus Battle был. Они сочиняют всякие токсичные песни с оскорблениями и угрозами в адрес своих оппонентов. Так они еще и по-настоящему нападают друг на друга. А это уже полная жесть. Потому что дела заканчивались убийством. Не, это вообще не хорошо. Местные жители очень напуганы. И вот как комментируют всю ситуацию. Они приходят в дом в поисках тебя, а тебя там нет. Они убивают жену и детей. Уничтожают всех в семье. Из-за музыки ФАМО деревни превратились в сиротские приюты. Мы имеем дело с этими ФАМО-музыкантами. Они убивают друг друга, поэтому мы обычно ездим в их деревню, чтобы проверить, есть ли там кто-то из наших подозреваемых или нет. Это опасно? Опасно. Они даже убили нескольких наших полицейских. Жесть! Аккордеоновый войн. Кто бы еще подумал, да? Из-за музыки. Такого вы точно не ожидали. Быстрая популяризация музыкального жанра ФАМО стала как достояние, так и проклятием для Лисотто. Люди были просто к такому не готовы. Жестяк в новогоднем выпуске? Впрочем, как и всегда. Но сейчас, внимание, новогодний факт. Так мы любим. Факт. Ого. Скажите, вы верите в Деда Мороза или Санта Клауса? Хотя, стойте, я так часто вижусь со взрослыми подписчиками, с детьми, поэтому перефразирую. Ваши дети все еще верят в Санту и Деда Мороза. Закройте им уши. Месса – небольшой городок в штате Аризона, где каждый год в декабре проходил парад перед Рождеством. И вот в 1932 году, чтобы привлечь внимание людей к мероприятию, местный редактор газеты по имени Джон Макфи решил устроить такой сюрприз, которого никто раньше не видел и не делал. Он задумал нанять парашютиста, который должен был в костюме Санта Клауса, выпрыгнуть из летящего самолета, приземлиться, а потом... Только не говорите, что он не приземлился. Ну, типа, приземлился, но без парашюта. ...ъявиться к толпе, ожидавшей его на главной площади города. Если бы это случилось, прикольно. Так вот, Джон раструбил в газете о готовящемся представлении. Все жители начали обсуждать и ждать тот самый день, на который был назначен трюк. Наступает 16 декабря. Но план Джона максимально провалился. Вы, наверное, представили, что Санта выпрыгнул из самолета, парашют не раскрылся и он шмякнулся перед толпой детей, да? Такие вы, конечно, предсказатели. Все так и было. Вот. Что? Но не все так просто. Дело в том, что парашютист, которого наняли для исполнения трюка, напился в день парада и не смог осуществить задуманное. Парень даже на ногах стоять не мог, так что о прыжке с парашютом не могло быть и речи. Отменить или перенести трюк был нельзя, потому что народ уже собрался на главной площади в ожидании. Макфи быстренько так придумал план B. Он пришел в местный универмаг, одолжил там манекен, нарядил его в костюм Санты, надел на него парашют и отправил его в самолете в воздух. И вот ответственный момент. Хотя бы никто не пострадал, кроме детской психики. Самолет набирает высоту, дверь открывается и манекен выталкивают прямо наружу. Вот он, летит. Но, к сожалению, парашют не раскрывается и подменный Санта плашмя падает и разбивается о землю. Это вы знаете, что это манекен? Но люди-то нет? Толпа в шоке. Дети в истерике. Родители вообще потеряли дар речи. Все думают, что стали свидетелями трагического события. Неужели Санте больше нет? Какой кошмар. Плач, крики. Началась такая паника. Джон быстро сообразил, что трюк нужно спасать. Поэтому он быстро переоделся в костюм Санты, чтобы отвлечь детей и убедить их в том, что Санта жив. Все в порядке. Конечно, он смог немного облегчить ситуацию, но все равно первое впечатление сильнее отпечаталось. После случившегося Джон Макфи прославился как человек, который убил Санта-Клауса. Сын давно хотел сказать, что Санта-Клауса не существует. Это был человек. Он умер. С Рождеством. С Новым Годом! Вот милый новогодний факт. Я прям клянусь. Давай, а. Еще один? Если вы это смотрите перед Новым Годом, надеюсь, что вы уже украсили квартиру, зарядились новогодним настроением и поставили елку. Было бы странно, если нет, потому что своя елка есть даже у электрического угря. И зажигает он ее самим собой. Чего? Что? Его зовут Мигель Уотсон. И он живет в аквариуме в штате Теннесси, в котором инженеры построили специальную систему. Она передает энергию, которую создает Уотсон, на ближайшую елку, которая сразу начинает мерцать огнями. А из динамиков можно услышать звук, похожий на небольшой раскат грома. Прикольно. Сильнее всего гирлянда горит, когда смотрители бросают в аквариум кусочки еды. Выглядит, конечно, прикольно. Мигель, кстати... Это реально прикольно. Вау. Нет, это... Вау. Еще и социальные сети ведет. О, как продвинутый парень. Каждый раз, когда выпускает сильный заряд, на его страничке выходит пост по типу... Ну, чем не новогодний факт? А знаете, что еще связано с новым годом? Грязь на машинах. Узнали? Согласны? Это факт, да. Могода зимой, это, конечно, отдельный вид прикола. То идет жесткий снегопад, не пройти, не проехать, то все это начинает быстренько таять и превращаться в какую-то говномесь. На дорогах постоянные пробки, в которых можно стоять часа по 3-4, а машину непонятно, когда мыть, потому что через 5 минут она сама превратится в грязь. И, кстати, раз уж об этом заговорили, вы когда-нибудь видели, как выглядела первая автомойка? Конечно, нет. Ведь вы бы запомнили, что это буквально ванна для машин. Чего? Что? Мы с вами частенько жалуемся на состояние дорог. Но на самом-то деле все не так плохо в сравнении с тем, что было, когда появились первые автомобили. Асфальтированных дорог практически не было, и это было реальной проблемой, потому что грязь сильно прилипала к колесам и нижней части машины. С этим нужно было что-то делать, поэтому один изобретатель и бизнесмен по имени Боланд быстренько подсуетился, придумал огромную автованную с волнами и запатентовал в 1921 году. Выглядело это вот так. Похоже на какой-то водный аттракцион. Меня бы укачало. В общем, это была бетонная чаша с репристым дном. По специальному пандусу автомобили заезжали внутрь и катались там по кругу со скоростью 15 км в час. Стенки этой штуки вибрировали, а неровности в бетоне заставляли машину... Спрыгивать. Внутри образовывались волны, и все это в совокупности помогало мыться, так сказать. Плюс денежку заплатить можно человеку, который обезопасит все внутри машины резиновым кожухом и в путь. Такие автованны нормально так пользовались спросом, кстати. Только за субботний день мойку посещало 75 человек в час. Это очень долго. Главное, чтобы люди не подумали, что приехали на Demolition Derby и не начали друг друга. А знаете, что объединяет автомойку, угря и мои ролики? Обилие воды, шутка самосмейка и одновременно подводка к следующему факту про сосульки? Какую самую огромную сосульку вы видели своими глазами? Такую? Может, такую? Или прям размером с четырехэтажный дом? Такую не видел. Таких вы, наверное, не видели. Ее видели люди в 1960 году. Ее своими руками создали студенты Массачусетского технологического института на фасаде здания. Ну что бы нет. Да вы только посмотрите, какая она огромная. Мало того, что она впечатляет своими размерами, так она еще... Если она в кого-то упоет, то... До свидания. Еще и разноцветная была. К сожалению, все фотографии черно-белые, поэтому это зрелище увидеть не получится. Но в этом случае поверим. Наверное. Ладно. Давайте поверим. Ребятам, видимо, было настолько скучно, что им пришла в голову гениальная идея привязать к веревке кубик льда, спустить его из окна и пустить струю воды. Это все дело застыло и вышел вот такой монстр. Их творение просуществовало недолго. И не потому, что растаяло, а потому что руководство кампуса решило уничтожить сосульку из соображений безопасности. Ну да. Да и правильно сделали. Представляете, если бы эта огромная хрень начала таять и упал бы на кого-нибудь. Опасно, конечно. Но не так опасно, как слепое доверие. Глубоко подвел. Как часто к вам на улице подходит незнакомец с предложением устроиться на необычную работу? Отвечу за вас. Скорее всего, вы с таким никогда не сталкивались. А вот к 19-летней Пэрол Ласк однажды в метро подошел некий Ален Ларю и назначил ее помощником детектива. Что? Нихренаж себе. Звучит, как сюжет фильма. Но нет, это происходило на самом деле. Девушка согласилась. Но извините, такие предложения не каждый день поступают, поэтому прекрасно ее понимаю. Кто бы из нас не хотел стать частью какого-нибудь расследования. В общем... Думаю, там потом ее расследовали. Детектив дал своей новой помощнице задание выследить некую преступницу Ольгу Тропани. Подозреваемую в краже драгоценностей нужны были доказательства, чтобы возбудить уголовное дело. Несколько дней Пэрол следила за своей целью, но этого было недостаточно. Ларю дополнил миссию новым заданием. Доказательств было мало, поэтому он дал своей помощнице шпионское устройство, рентгеновскую камеру, которая была замаскирована, рождественскую подарочную упаковку, чтобы не вызывать подозрений. Пэрол Ласк должна была сфоткать Тропани, чтобы на получившемся снимке можно было увидеть, как похищенные драгоценности были приколоты к платью возле талии. Задание обновлено, нужно идти выполнять. Если вы думаете, что взять задание у незнакомца на улице это норма только для игр, а не реальной жизни, то вы правы, но дальше еще страннее. Молодая шпионка проследовала за Тропани до станции метро, слилась с толпой, навела камеру и выстрелила прямо в подозреваемую. Да, мы не ослышались. Именно выстрелили. Никакой шпионской волшебной камеры там не было. В упаковке был спрятан обрез. Девушка слепо доверила своему малознакомому боссу, поэтому даже... Какой кошмар, просто это жесть. И не стала проверять, что она тащит с собой. В общем, надо сфотографировать моего босса. Нормальный фотоаппарат. Ну, гляньте, какой объектив хороший. Фотоаппарат. Зум. Ольга Тропани рухнула на землю. После стрельбы полиция метрополитена незамедлительно прибежала на место преступления. Бедная шпионка до последнего не понимала, что произошло. Она сказала стражам порядка. И я только что сфотографировала эту женщину, и кто-то в этот момент застрелил ее. Можно я не буду это комментировать? Но ей повезло. Тропани выжила. Но, к сожалению, потеряла ногу. Потому что выстрел пришелся именно в нее. Бедная женщина. Но что это был за загадочный детектив? По-моему, муж ее или что-то того. Как обычно. Обычно такое делает кто-то из родных. В ходе расследования выяснилось, что тот самый детектив, Никто иной, как бывший муж пострадал. Вау! Это так неожиданно. Это реально. Большинство таких вещей происходит от бывших, текущих и так далее. Альфонс Рокко. Просто он сменил имя, чтобы запутать следы. Чел настолько был ревнив, что ему напрочь снесло крышу. Оказалось, что до инцидента он преследовал Ольгу несколько месяцев и неоднократно угрожал. Чем вам не праздничная история? Дело-то было в канун Рождества. Пойдет? Целый год. Целый год я ждал, когда же можно будет сесть за новогодний стол, заставленный всякими вкусностями. Вкусно покушать любят все. А вот убирать потом, мыть посуду уже не хочется. Вы так... Когда есть посудомойка, так проще. И не одни. Поэтому предлагаю новый способ. Ничего убирать не надо. Просто в посуду можно докладывать постоянно еду на протяжении нескольких десятков лет. Будет вечное блюдо. А существуют рестораны, которые именно так и делают. Чего? Что? 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 Я можу на своем этаже сказать. Чего? Что? 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 Сегодня такое блюдо, у которого даже есть название вечное рагу, можно попробовать в ресторане Ватана Панич в Бангкоке. С 1974 года на протяжении 49 лет там готовят говядину с лапшой и специями. Эта небольшая тайская забегаловка пользуется спросом. Все хотят ответить на вкус вечность. Выглядит сомнительно, но окей. Вообще этот прикол пошел со времен... Фу, это гадко, это отвратительно, я бы такое в жизни бы не хавал. Представьте, что бы... Фу, нет, ну, кошмар. В Западной Европе была популярна вечная рагу, которую никогда не снимали с огня, просто добавляли новые ингредиенты по мере необходимости. Почему-то я вообще даже не удивлен. Не, ладно, если это, знаете, вечная рагу, это бы... Вечная рагу была в течение, там, дня. Ну, полутора дней. Ну, когда это уже сколько-то там времени? Ох, что-то средневековье. Помешаны они были на всем вечном. Пойдем пробовать вечное варево, которому до хрена десятков лет, потом закинемся вечными пилюлями, чтобы обосраться. Ух, звучит хорошо. Но я надеюсь, в этот Новый Год ни у кого не заболеет живот, и вы проведете его максимально комфортно. Это да. А мы с командой начали... Ну, надеюсь, что вы уже провели Новый Год. Это все раз по-нормально. ...лиго с клевых фактов. Настало время подведения итогов. Все, официальная часть закончилась, ребят. Я хочу, чтобы все расслабились, люди уже все равно прекратили смотреть этот ролик, и никому уже не интересно. А мы смотрим. У нас, впрочем, подведение итогов. Давайте... Опа. Давайте расскажем друг другу, что мы сделали в этом году Мне кажется, стоит начать с того, что мы сдержали обещание, данное в прошлом году Упор на качество, а не количество В этом году было роликов не так много О, ну зато, ну конечно, качество у них было очень крутое Вы должны понять, что они увеличились И они стали больше, как минимум в два раза Если бы мы это сравнивали еще с позапрошлым годом То получается мы сделали в два раза больше роликов И подписчики такие Это какая-то тупая арифметика, я не понимаю И технические восполнения, они стали сложнее Да, и об этом тоже мы хотели поговорить Потому что один из главных итогов этого года Это полное обновление нашей техники На котором мы снимаем сейчас Который у нас лежит в кейсах Мы полностью обновили свои рельсы Встали на новые рельсы, на новый путь Мы обновили вообще все И рельсы, и поезд И вообще у нас Мы напичканы по максимуму И готовы фигачить в следующем году еще больше проектов Мы считаем вот этот весь год Который мы пытались освоить новую технику Мы обучались Обучались для новых проектов Которые будут в следующем году А начнем год с какого-то очень большого видоса Так что ожидайте, все будет Это интересно Мы наконец-то куда-то слетали Я в самолетах уже 300 лет не был Да, мы с командой слетали в Казахстан Нас позвали на Комикон Добро пожаловать в Казахстан Мы очень круто провели время Вы как раз увидели Унижается, это хорошо Унижается, это хорошо Которых мы там встретили Голливудскими И это наконец-то Дало нам возможность Встретиться с подписчиками Этого просто 300 лет уже не было К слову о подписчиках В этом году у нас появилась новая семья У нас появился секретный чат Где очень много людей Где мы со всеми общаемся И вообще очень классные движухи проходят Ну прикольно Звонки у нас Люди там начали семьи строить Внутри этого сообщества Присоединяйтесь в нашу маленькую коммуну Я не хотел бы рекламой, да Заполнять вот наше новогоднее поздравление Но просто это из итогов года Это действительно для нас очень важная штука была Вот чат Бусти Очень офигенно так получилось Я честно сам не ожидал Но получилась реально полноценная семья А еще полноценная семья Получилась у нас вот с Маринкой Потому что Потому что Теперь моя жена Наконец-то Спустя 8 лет Это круто Это тоже из очень важных изменений Здравляю Серьезный шаг Это серьезный шаг Действительно, да И сейчас комментарий Как всегда Да, наш твоя сестра Ну это классика Посмотрите, какой серьезный шаг Это еще более серьезный шаг В этом году у нас появилось множество локаций В которых мы были впервые Бункер Цирк Ангар Ангар 24 часа челлендж В ангар А, это было жестко Интересный год Он прям Бодренький Я согласна Он прям сильно интереснее, чем прошлый Я вот не знаю, как это объяснить Но мы Вообще мало отдыхали Много Делали И Мне кажется, что получилось У нас новая рубрика запустилась Вот недавно Мы сделали Огромные ролики Мы сделали ролики Которые Настолько вы поддержали И Удивительно было Видеть эту поддержку Мы выпустили ролик Про Кэтлин Фолбик И Это просто Какая-то невероятная поддержка Мне так хочется И нам всем Так хочется Делать такие Большие проекты Кинематографичные И мы обязательно вас Порадуем в следующем году И опять же Мы обещаем Что мы будем Ударяться не в количество Нет Мы можем уйти надолго Но сделать Что-то большое И качественное Вот Поэтому Это круто Когда ты посадишься И про кино смотришь А у Жени Сейчас так оно и выходит У нее все видосы Вот такие Надеемся Что вы поддержите нас В наших Так сказать Решительных настроях Чтобы сделать Просто что-то клевое И чтобы Всем это зашло Я знаю Что еще новое было Ну-ка Ты в этом году Для Топ-Секрета Трек сделал Да-да-да Интересная штука Мы возможно Теперь будем Писать музыку Для роликов Если это будет Позволять время Опять же Хотя времени не было Мы его сделали С Кириллом За 3 дня Где-то И он занял Первое место По Бентлинку Удивительная штука Мы просто сделали Трек Который Для начала Топ-Секрета И он В чарте Занял первое место Это же вообще Супер круто Как по мне Это мега круто Это очень круто Спасибо 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 Ребята Спасибо Спасибо Режим У нас Мы пытаемся Соблюдать режим Не Берите в голову Сейчас 4 часа Утро Не подожди Не получилось Не подожди Это называется Режим Просто Потому что Мы Постараемся Ложиться Не так поздно Сейчас напомню 4 утра Мы просто Постараемся Уже Получается Не так рано Ой Сейчас 5 В общем У нас Год Супер Насыщенный Честно Я им доволен Я доволен Этим годом В плане Канала Мы сейчас Говорим Не говорим Ни про что Кроме канала То есть В плане канала Я доволен Всем Это было Здорово Интересно И мы Очень сильно Развились В этом плане Мы опять же Не будем ничего Спойлерить Но у меня Уже пишутся Сценарии Как всегда Я не могу К сожалению Просто так Сидеть И ничего Не писать Но Настало Время Чего Давайте Подожжем Эти Гребаные Уодраю У меня Блин Только вода Ее мало Максимально Алкогольная Можно мне В этот раз Максим Алкоголь Макси Медведи В целом Он такой Поддатый Это Family Friendly Сто процентов Алкогольности Экстремли Экстремли Алкоголь Слишком много Пузырей Я не помню Раньше было у нас Так Смотри Какие мы Подготовленные Видали У нас такого Никогда не было Лех Молодец Совсем не похвалишь Кто не похвалит Я надеюсь Что вы сейчас Сидите перед экранами Своих Ну а где еще Вы смотрите Перед экраном Чего-то И у вас Скоро наступит Новогодняя ночь И вы С шампанским И вы тоже С безалкогольным Шампанским Ждете нас И будете открывать Вот эту всю Штуку Да подожди Как она Происходит Нормально Все Так Ну что Начинаем Отчет Ребят Давайте Максимальная Максимальная Готовность Откуда Чего Отчет До нового года Ну Отчем Ну я Типа цифра Какая-то Есть Ну давай От 4 От 4 С половиной Уж Давай С половиной С половиной Четыре Три Два Один Подожди Я тоже Скрыл Буль Давай С Сквозь Прошедшим Уже С С С всем прекрасного нового года мы вас очень любил пасть вам дорогие подписчики что были с нами весь вкусненько лёвая прям бенгальский надо поджигать все я уже ужирался еще и спалили все эти украшения не спалили все хорошо спойлер они выжили ребята спойлер с новым годом друзья он пройдет у вас потрясающе доверить и в это верится без труда спасибо что были и продолжайте быть с нами ребята ссылочка на оригинал в описании приходите подписывайтесь на женю обязательно он большой молодец то что он делает это невероятно круто и то что будет продолжать делать это будет тоже невероятно круто и в этом уверен на сто процентов всем счастья здоровья дача все в подачу пока